Это стало уже очень хорошей и доброй традицией. Я хочу предоставить слово начальнику управления Международного сотрудничества профессора Владимиру Владимировичу Суханову. Я хочу вам аплодировать за то, что вы завершили этот учебный год свой, первый год в стенах выдающегося заведения, которое известен во всем мире. Я считаю, что и всегда об этом говорю, что Московская консерватория определила развитие мировой музыкальной культуры. Вы попали в тот храм, в то учебное заведение, которым будете гордиться всю жизнь. Это немногим выпадает такая стезя, когда люди вступают в профессиональное свое обучение, в таких исторических стенах, которые знает весь мир. Я уже рассказывал как-то, что были дискуссии, как готовить учебных заведений наших учащихся, какое давать им образование. Я хочу заметить, что консерватория с великими традициями. Вы знаете, что этот год отмечается 150-летие основания Московской консерватории. И если вы внимательно смотрели за развитием празднования этого 150-летия, вы могли заметить, что Московская консерватория обладает потрясающим потенциалом. Он заключается, во-первых, в том комбинате, как мы называем, обучающихся. Это детская специальная музыкальная школа, которая при консерватории находится. Там отбираются очень яркие индивидуальности, очень с раннего детства. В этой школе обучаются с шестилетнего возраста. И кому в жизни придется начинать, может, строительство обучения в своих странах, вот это один из секретов, который меня спрашивает, почему из ваших стен выходят выдающиеся музыканты. Потому что выдающимся музыкантами становится, уже начиная постигать профессиональное исполнительское искусство с шестилетнего или семилетнего возраста. Вы знаете, что в этих школах и в нашей школе при Московской консерватории наши дети обучаются 11 лет и после этого поступают в Московскую консерваторию. При консерватории существует учебное заведение, так называемое среднее. Мы раньше называли это училищем, сейчас колледж. Это обучение на базе восьмилетнего образования. Я специально вам рассказываю, чтобы вы, когда поедете в свои страны, рассказывали систему нашего образования. Я считаю, что эта система самая лучшая, самая выстроенная и дает самые лучшие результаты. Это на базе восьмилетнего обучения в школе, тоже начиная с детского возраста. Они еще в колледже учатся 4 года. И после 4 лет они поступают в Московскую консерваторию, как я надеюсь, вы будете поступать. И надеюсь, что поступите, так как вы успешно завершили подготовительное отделение и успешно закончите Московскую консерваторию. Итого еще 5 лет. Это называется специалитет. Мы специально отказались от бакалавра и магистра. Я это говорил даже на международных встречах, что бакалавр, с моей точки зрения, может быть, я не очень, так сказать, цитической стороны правильно характеризую. Бакалавр – это полуфабрикат. Это музыкант, который завершил середину образования в высшем учебном заведении, но дальше не пошел. Наше образование – это конкурсное образование. В любой оркестр, когда вы будете поступать, в учебное заведение, вы будете выдерживать конкурс между коллегами. И, конечно, сами понимаете, что человек, который окончил полный курс образования, он имеет огромные преимущества. Так что, получая специалитет, вы имеете это большое преимущество, которое даст вам в жизни пойти более уверенно в этот музыкальный мир. Я очень рад за вас, что вы избрали эту же профессию, так как вы поступили в высшее учебное заведение и определились в своей жизни. Ну, всякое бывает, не каждый доходит до финишной прямой, но тем не менее, черты, но тем не менее, вы уже нацелили себе путь профессионального музыканта с дипломом, который дает вам право вхождения в любой лучший оркестр мира, в любое лучшее учебное заведение. И, естественно, будете иметь преимущество в связи с тем, что вы получили огромный багаж музыкальных знаний. Еще раз говорю, что сегодня для вас исторический день. День, когда вы определили свою судьбу и, естественно, судьбу своих близких, своих семей, которые у вас будут созданы, и которых вы будете воспитывать в духе традиции, я надеюсь, если ваше поколение и продолжение вашего рода будет музыкантами, вы будете воспитывать в них лучшие традиции музыкального образования Московской консерватории. Вы знаете, что еще секрет Московской консерватории не только в том, что вы будете учиться в элитной среде музыкантов, ваших сверстников. Консерваторию принимают самых ярких молодых людей. Я вам советую быть чаще на концертах своих сверстников, видеть, как они развиваются. Естественно, так как у вас конкурентная профессия, вы должны подтягиваться к лучшему уровню и стараться обойти. Это все время будет у вас соревнование. Кто кого опередит в хорошем плане, в плане глубокого музыкального образования. Московской консерватории хороша еще тем, что в этих стенах не только идет оснащение исполнительского мастерства. Здесь у нас, во-первых, блистательная библиотека. Насчитывает более двух миллионов единиц хранения. К сожалению, сейчас, конечно, идет, как вы видите, большая реконструкция. И не все ноты и книги находятся. Но, тем не менее, вы можете получить большое базовое мозговическое образование. Что даст вам, более осознанно, особенно исполнителям, вникать в суть произведения, знать эпоху, в которой жил композитор, знать стили этой эпохи. Что будет вас особенно отличать от других исполнителей, которые учились только игре на фортепиано, скрипке и так далее. То есть вы будете разносторонне развитыми музыкантами. Конечно, у нас элитный еще и педагогический состав. Почему он элитный? Потому что у нас идет все время преемственность. Каждый педагог, выдающийся в классе, имеет ассистентов-стажеров, что практически ни в одном высшем учебном заведении зарубежном не бывает. Педагог оставляет у себя в классе лучших учеников, которые являются его ассистентами, которые впитывают его традиции и дальше продолжают развитие этих традиций. То есть новаторство идет. Преемственность и новаторство – это имеет огромное то основание, на котором развивается вся наша музыкальная культура, я имею в виду нашей страны. И посему вы тоже становитесь участниками вот этого замечательного движения, познания музыкального мира через те традиции, которые у нас существуют. А как я уже сказал, этим традициям 150 лет. Это немалый срок, который накопила Московская консерватория, которая в своих стенах посвятала великих музыкантов. Я уже не хочу, так сказать, вернее, хочу напомнить, что воспитывает не только бедагогический состав, но и вот стены, в которых вы находитесь. Это, прежде всего, концертный зал и большой зал консерватории. В него просто входишь, как в храм музыки. Там достаточно посидеть и быть счастливым человеком. Я вот сколько раз туда приводил экскурсии наших гостей. Знаете, они были восхищены залом. Действительно, это зал, великий зал, на сцене которого выступали великие музыканты. И я в свое время, я уже очень давно закончил Московскую консерваторию. Я поступил в нее в 54-м году. Сейчас совсем юно, у меня было 17 лет. И я видел на этой сцене великих музыкантов. И дирижеров, и исполнителей, и оркестр. То есть, еще раз хочу сказать, что, как у нас говорят, что этот зал на море. В него входишь, как действительно, в храм. Хочешь поклониться, поблагодарить высшего нашего, духовного такого, ну, я бы сказал. Короче говоря, нужно верить в святое, которое ведет по жизни наш интеллект, наше сердце, нашу душу. Потому что музыкант без такого эмоционально-духовного состояния не может быть музыкантом. Знаете, бывает очень технически подготовлен, технически развит, но у человека нет души. Нет вот этого вот Череповский. Он везде звучит. Я вот как-то был в Мексике. Сижу в парке. Цветы, кругом, где-то там птицы поют. И вдруг из клумбы зазвучала музыка. Что так? И зазвучала музыка Череповского. Знаете, так было трогательно, потому что он действительно и все с удовольствием слушает. Так что это музыка великого человека, у которого музыка шла от сердца, от души. Сейчас, правда, много такого технического подхода к музыке. И не все даже понимают, что происходит на сцене. Раз уж мы здесь собрались, я просто расскажу как-то. Я был очень хорошо знаком с Сашнинки. Мы его называли Аликом. Хотя он Альфред, конечно, и великий музыкант. И вот мы однажды в Польше сидели. Я сидел с ним рядом и исполнялось произведение его «Диалог виланчели с оркестром». Я смотрю, он как-то все ниже, ниже в кресле. И к концу произведения он как-то совсем сник. Я говорю, Алик, что с тобой, тебе плохо? Он говорит, да нет. Дело в том, что оркестр от виланчелиста отстает на два такта. Знаете, что это такое? Значит, когда на два такта виланчелист играет впереди, а остальное все, то есть, это как, говорится, какофония. Он говорит, что нужно было там побольше репетировать, а оркестр с дирижером понадеялись, так сказать, на свой профессионализм и недостаточно выучили эту партитуру. Короче говоря, после того, как закончилось это произведение, в зале тишина. Я уже шнитки вообще не вижу. Мне кажется, у него что-то сердечный приступ. И вдруг бурные аплодисменты. Его вызывали 7 или 8 раз на сцену, восторгаясь его музыкой. Я к чему это рассказал? Что очень многие воспринимают музыку. Как? Я не хочу ничего говорить о Шнитке. Он великий, еще раз говорю, композитор. Но народ любит вот такое иногда трюкачество. И за этим идут наши композиторы. Вот я хочу, чтобы вы как исполнители, как люди такого духовной направленности, которые должны воспитывать души людей, потому что музыка, я считаю, самый всеобъемлюбивший инструмент, который настраивает людей на самые добрые чувства. Посему надо писать, еще раз говорю, от сердца, от души и понимать, что на вас возложена огромная миссия духовного воспитания людей. Я хочу вам еще раз пожелать укрепления в ваших желаниях стать настоящими музыкантами. Не стесняйтесь, ходите, так сказать, по классам, ходите, так сказать, в концертные залы, учитесь у вашего окружения, потому что, еще раз говорю, что здесь элитная ситуация, элитное отношение ко всему, что связано с музыкальным искусством. И тогда вы в жизни получите большое удовлетворение от того, что вы нужны людям, что ваше искусство дойдет до их сердца, до их душ, и вы будете полезны для общества, в котором будете жить. Я еще раз хочу вас поздравить с замечательным первым шагом, который вы совершили в своей жизни. Вы не ошиблись, что избрали эту профессию. Я думаю, что вы через лет 30, 40, 50, кому-то будет отдыхено. Будете вспоминать этот день, который вас посвятил в новую жизнь. Будете гордиться Московской консерватории. Конечно, для вас в консерватории всегда будет ваш альбуматор. Вы всегда будете желаемы и желанны в Московской консерватории. Всегда можете получить необходимые консультации, помощь. Потому что многие выпускники, которые сейчас уже профессорами являются в своих учебных заведениях, навещают Московскую консерваторию. А Московская консерватория очень часто приглашает своих выпускников на значимые события, которые происходят в стенах Московской консерватории. Так что будьте счастливы в своей творческой жизни, в своей личной жизни. И желаю вам больших успехов в течение долгих лет. Хотя долгих лет не бывает. Я вам хочу сказать по себе, что годы проходят моментально. Так быстро, что... Такое у меня впечатление, что я вчера закончил Московскую консерваторию. Хотя это было очень-очень давно, если, так сказать, к этому умозрительно подойти. Но, тем не менее, берегите каждую минуту, чтобы посвятить ее профессиональному воспитанию, духовному росту своему. И, безусловно, это даст хорошие плоды, так как вы все замечательные уже музыканты, уже определившиеся, и то, что вам дана оценка, высокая оценка, это, так сказать, вот этими удостоверениями и дипломами, которые вы получите, что вы имеете полное право быть профессионалами, подпрофессионалами в области музыкального, музыкальной культуры, так сказать, широко. Так что в добрый путь вам считаю, что ваш путь действительно будет добрым, счастливым и долгим. Удачи вам!